МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо за вопрос. Непростое время, вы абсолютно правильно сказали. Есть вызовы, которые возникают, наверное, как бы неожиданно. Тот же самый пандемия, в которой мы сейчас сами вынуждены жить. И вопросы цифровизации, вопросы перехода на дистанционное образование, они очень непростые. Они стоят как и перед школой, так и перед университетом, перед коллективом университета. И я думаю, и то, что я вижу сейчас, и чувствую, что и система общего образования, и система высшего образования с этими вызовы справляются на отлично. Есть некоторые шероховатсясти сложности, но мы достаточно быстро всегда изглаживаем. Мне кажется, что самое главное для коллектива – это знать, куда двигаться, и знать те результаты, те задачи, которые мы совместно решаем. Если говорить о системе образования, что мы сейчас живем в парадигме национального проекта образования, который в 2019 году стартовал на ближайшие 5 лет, в рамках этого проекта существуют федеральные проекты, это «Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», но их там достаточно большое количество, они все охватывают разные направления развития, преобразования, изменения, ну, наверное, более правильно, конечно, развития системы общего образования, системы высшего образования в том числе, поскольку мы говорим о педагогическом университете. И эти проекты нацелены на несколько результатов, которые сформулировал президент в национальных целях развития Российской Федерации на ближайшие 10 лет. Это и воспитание, воспитание гармонично развитой духовно-нравственной личности, это и вопросы развития, поддержки, поиска талантов среди детей и молодежи, их самоопределение, их профессиональная ориентация, это вопросы, связанные с цифровизацией, которые пронизывают, наверное, все задачи, которые в ближайшие, ну, ставятся в ближайшем временем, это и, конечно, вопросы конкурентоспособности системы общего образования, то есть основной посыл над проектом – это войти в десятку лучших систем образования мира. И мне кажется, что тот коллектив, который сейчас формировался в университете, это коллектив и ученых, и преподавателей, и методистов, он может решать любые вызовы, которые ставят перед собой время, ну и мы сами. Андрей Николаевич, ну понятно, что все изменения, которые происходят сейчас в системе общего образования, это, конечно же, по большому счету, сделаны ради ребенка. Но вот как понять, нужны ли эти изменения ребенка, воспринимает ли он их адекватно, и насколько они вообще необходимы? Ну, вообще вопрос ребенка, вопрос детства, мы, кстати, 1 сентября создали такой у себя институт, институт детства, как раз, как самостоятельная часть жизни, не как подготовка к взрослой жизни, а как жизнь, кусок жизни, который ребенок проживает именно в этот период времени. Это очень важная проблема, очень важная задача – правильно сформировать мировоззрение, правильно, знаете, возникал такой термин, как архитектор мировоззрения, архитектор личности. Вот учитель должен быть таким архитектором, он должен понимать, что формирует ребенка, как его правильно сформировать и когда это правильно сформировать. А период детства, он, мне кажется, все больше и больше растягивает. Сейчас уже говорят о 30-ти годах, о 24-х годах, что детство в таком современном мире, оно становится все длиннее и больше, больше и больше, длиннее и длиннее. И необходимо правильно формировать ребенка. Это задача, которую мы как раз и поручаем нашей новой структуре. Туда влился факультет дошкольного начального образования, факультет культуры и искусства, потому что, мне кажется, мы недооцениваем, серьезно недооцениваем этот художественный блок, художественно-эстетическое образование, которое как раз помогает формировать личность. И сейчас, мне кажется, в том формате, в котором мы воскомпоновали, а эти институты, кстати, достаточно, ну, там, последние 15 лет становятся и в мире, и в России популярными. Это ведущие педагогические вузы Российской Федерации имеют в своей структуре подобные институты. Ну, кстати, зарубежных вузов мы смотрели, проводили аналитику, видели, что этого тоже достаточно много. Правильно сформировать ребенка – это очень серьезная задача, и мы наберем на себя эту амбицию подготовить таких учителей, которые будут именно архитекторами личности. Андрей Николаевич, мы говорим о детях, но ведь детей воспитывают и учат педагоги. Вот самому педагогу, ему надо меняться? И есть ли такая возможность? Есть ли, опять же, технологии обучения учителей? Конечно, мы должны не отставать от того, что происходит в мире, в семье, у ребенка, в школе. И, конечно, учитель, не то чтобы он должен измениться, потому что, ну, учитель – это, в первую очередь, учитель, тот, кто ведет за собой, тот, кто показывает. И на своем примере в том числе, и, мне кажется, это не изменится на протяжении еще тысячелетий. Но, конечно, те инструменты, которыми он владеет, которые он использует, которые мы должны для него в том числе проработать, разработать и дать, конечно, должны меняться. Это, ну, естественная ситуация. И я думаю, уверен, что как раз вместе с учителями, мы сейчас в одном министерстве, в Министерстве просвещения уже более чем полгода, это дополнительная возможность ближе нам взаимодействовать. Мы вместе эти инструменты найдем, создадим, разработаем и внедрим. Андрей Николаевич, сегодня мы отмечаем День Учителя. Что Вы пожелаете своим коллегам? Уважаемые учителя, коллеги, единомышленники, мне очень приятно и от себя лично, и от коллектива Томского государственного педагогического университета, от всех студентов и сотрудников поздравить Вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Пожелать, ну, конечно, крепкого здоровья, успеха, успеха в нелегком труде учителя, чтобы все Ваши задачи, которые Вы перед собой ставите, планы успешно реализовались, и чтобы результатом работы ума и души была гордость за Ваших учеников. С праздником! Андрей Николаевич, спасибо Вам за участие в беседе. Напомню, сегодня мы беседовали с ректором ТГПУ, доктором физико-математических наук, доцентом Андреем Макаренко. Оставайтесь на канале Россия 24. Всего доброго, до свидания.